Какой-то известный премьер-министр английский, я сейчас забыл его имя, он сказал, что если вы действительно готовы драться до конца, тогда вступайте в это. Если вы действительно готовы драться до конца. Сейчас никто не готов драться до конца. Никто не готов, не может драться до конца. И никто не выдержит такого серьезного напряжения. Поэтому, конечно же, вот такая большая война, она вряд ли возможна. И я очень надеюсь, что ее не будет. Но тем не менее неприятными являются вот такие ситуации, особенно когда это происходит с нашими родными людьми. Ну, там огромное количество родственников, огромное количество расколов, люди поссорились, разошлись по разные стороны. Действительно, это есть все. А холодная война будет идти всегда. Она будет всегда продолжаться. Мы находимся в иллюзии, что когда-нибудь, так сказать, закончатся какие-то двойные стандарты и прочее. Она никогда не закончится. Навсегда на Россию будут смотреть, как на территорию, как на русских, на россиян будут смотреть, как на людей, которые несправедливо захватили такую огромнейшую, так сказать, кусок пирога. И все время будут звучать слова какой-нибудь Мадлен Олбрайд очередной, что несправедливо, что Россия распоряжается одна такими ресурсами и так далее. Поэтому это всегда будет продолжаться. И надо быть готовым к тому, что... Но мне кажется, кстати, мне кажется, что наши, я имею в виду Лавров, Путин, наши лидеры, очень хорошо отдают себе в этом отчет. Поэтому, в общем-то, позиция такая, она достаточно взвешенная. И, в принципе, вот нечего сказать относительно Крыма, например. Если бы Крым была не вот такая сложилась ситуация, а если бы это была операция российских спецслужб, реально подготовленная, то это была бы самая лучшая операция российских спецслужб за всю историю. Там не убито ни одного российского солдата, все тихо, спокойно перешло, огромная территория перешла под юрисдикцию России. Хотя это не была в чистом виде операция российских спецслужб. Поэтому, ну вот, собственно, я все сказал.